В Благовещенске задержана владелица так называемого самостроя. Женщина продавала квартиры в доме, который был возведен на участке под дачное строительство. И таких историй по всей стране десятки. Порой они заканчиваются не только потерей денег. Ровно неделю назад в Красноярске в таком же самострое произошел взрыв бытового газа. Не обошлось без жертв. О проблеме федерального масштаба Алина Сануева. Как это все будет происходить? Как нас с четырьмя детьми выставят на улицу? Куда мы пойдем? Юлия и ее семья уже несколько лет живут как на пороховой бочке. В Красноярск переехали из Улан-Удэ. За квартиру отдали миллион двести. Привлек центральный район и цена, которая была чуть ниже рыночной. Но вот оформить жилье в собственность так и не смогли. А когда поняли, что их обманывают, подали в суд. Вот эти вот суды, которые ни к чему не приводят, то отсрочка, то перенесли, то не явились. Сейчас хоть нас услышали, узнали, что есть такие дома, есть такие люди, которые живут и не знают, что ждет их завтра, их детей. Эту проблему в Красноярске подняли после трагедии. В доме напротив в середине февраля произошел взрыв бытового газа. Погибли два человека. Позже выяснилось, у жильцов нет никаких прав на жилплощадь. А здание построено незаконно, на земле для этого не предназначенной. И снести его должны были еще в 2016. Правда, чиновники все это время бездействовали. Более двух лет администрации города мер к принудительному исполнению судебного решения не принималось. В связи с чем прокуратурой собраны материалы и направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных должностных лиц. В администрации не отрицают сроки, действительно затянули. А кто именно, это и предстоит выяснить правоохранителям. Как показала проверка мэрии, в Красноярске таких самовольно построенных домов всего пять. Примечательно, что все они находятся друг рядом с другом. И что самое интересное, вот этим домом и домом, где произошел взрыв, владеет один и тот же человек. Собственника здания взяли под стражу пока на два месяца. За мошенничество ему грозит до шести лет тюрьмы. Проблема самовольных построек для страны не новая. В Волгограде 16-квартирный двухэтажный дом втиснули среди деревянных избушек. Внутри, как в общежитии, узкий коридор и много дверей. Жилье там покупали в основном пенсионеры и молодые женщины с детьми. Приманкой стала низкая цена. В итоге суд вынес решение дом снести. Он построен незаконно. Людмила Андреева теперь полпенсии тратит на адвокатов. Пытается бороться. Это жилье для нее и сына инвалида единственное. А застройщик умер. Претензии предъявить некому. Он-то как-то тоже строил. У него тоже все документы, что он получал разрешение на строительство. Но хоть бы кто-нибудь бы сказал, люди, вы что. Ну а теперь как? Если его нет, он помер. А нашего гонять на улицу. В Махачкале за несколько лет строительного бума вырос микрорайон Приморский. Изначально участки там выделяли под коттеджи на берегу Каспийского моря. Но предприимчивые строители возвели высотки. А это микрорайон музыкальный в Краснодаре. И красивое название это, пожалуй, единственный плюс. Нет канализации и ливневок. Постоянные перебои с водоснабжением и электричеством. Причина все та же. Незаконное строительство. Не хватает электроэнергии. Включаешь чайник, выключаешь электрический бойлер. То есть включаешь там плиту, выключаешь чайник. Ответственность, конечно, лежит не только на продавце, но и на всех, кто имел отношение к сделке. Если сделка была нотариально удостоверена, и при этом она оказалась незаконной, то в силу нашего законодательства ответственность несет также нотариус. Если переход права, ваше право собственности было зарегистрировано по недосмотру Росреестра, то вы можете предъявить требования также и к государству. Юристы советуют при покупке обращать внимание на стоимость квартиры. Она не должна быть явно ниже рыночной. А также, если среди невысоких построек вдруг выросла многоэтажка, это должно насторожить.